Михаилу Кабанову уже 90. О боевом прошлом рассказывает в деталях. Когда объявили о начале войны, он только окончил 8 классов. Хорошо знал немецкий, поэтому мальчика взяли в разведку. Его задача было слушать, что говорят фашисты. В 43-м Михаилу Ивановичу исполнилось 18. Когда пришла повестка, пошел служить уже по призыву. Сначала в пехоте, потом стал военным автомобилистом. В неполные 20 своими глазами увидел, что такое Освенцим. Участвовал в освобождении лагеря. Привозили к этому лагерю эшелонами людей в таких грузовых вагонах. Размещали в одноэтажных зданиях по 300 человек. Почему по 300? Потом ввели в баню так называемую. Значит, в баню мы вас вымоем, мы только потом отправим в Германию. 4,5 миллиона было уничтожено людей. И в первую очередь наших советских людей. Поляков. На торжестве по случаю дня рождения тоже воспоминания. За столом друзья, родственники и бывшие сослуживцы. Среди них шесть генералов из разных уголков России. Свои поздравления в телеграмме передал и замминистра обороны России Михаил Булгаков. Глава города ветерана поздравил лично. Я хотел бы, конечно, прежде всего вам и всем сегодня ветеранам, кто сегодня присутствует, сказать огромное спасибо за любовь к роде. За то, что вы эту любовь передаете подрастающему поколению. Имениннику все желают здоровья и обещают в том же составе встретиться через пять лет на следующем юбилее Михаила Ивановича. 18 горожан и пять управляющих компаний примут участие в конкурсе по благоустройству. Заявки от них уже поступили в городскую администрацию. В мае о проведении конкурса заявил глава Реутова приз «Уборочная техника» на сумму до миллиона рублей. Итоги коммунального соревнования планируют подвести до сентября. Выбрать победителя помогут общественники, депутаты городского совета и жители. Рассказывайте, как самочувствие. Операция на левом колене была всего три дня назад. У Надежды Лукашенко поврежден мениск. Теперь долгая реабилитация. Так бывает обычно, но пациентке предлагают другой вариант. Я вам предлагаю сегодня сделать инъекцию, про которую мы говорили. Это плазма, обогащенная тромбоцитами, для того, чтобы простимулировать процесс из-за оживления в коленном суставе. Для инъекции используют собственный материал пациента. Берут кровь из вены, на специальном аппарате выделяют из нее тромбоциты. Для чего нужно центрифугирование? Для того, чтобы отделить как раз таки тромбоциты, те необходимые клетки, которые участвуют в процессе регенерации. Инъекцию готовят за 10 минут. Потом тромбоциты и плазму набирают в шприц и колют в сустав. По словам пациента, укол не болезненный, а главное, уже через несколько минут можно ходить. Раньше она мне вообще отличалась от второй таки, потому что не могла ровно лежать. А сейчас ровненько все стало лежать. И ходить стало легче намного. Этот метод опробован в передовых клиниках мира, применяют в столичных больницах, а теперь есть и в Реутове. Если говорить только про травматологию и ортопедию, это повреждения острые мышцы, связок сухожилий. Соответственно, острые разрывы, повреждения сухожилий на фоне спортивных травм. Активно используется метод в спортивной медицине. Услуга не бесплатная. Ее пока нет в списке обязательного медицинского страхования. И все же новой методикой уже воспользовались 10 пациентов. Дорожные полицейские провели рейд в Реутове. Проверяли наличие детских кресел, машинах и уровень тонировки. Каждый день за слишком темные стекла штрафуют как минимум 30 человек. Сидения тоже есть далеко не у каждого маленького пассажира. И хотя штраф по этой статье довольно большой – 3000 рублей, каждый день, по словам инспектора, выписывают не меньше пяти протоколов. По статистике, именно дети пассажира – самая незащищенная категория участников в дорожном движении. И практически половина всех происшествий с участием несовершеннолетних происходит именно с данной категории, то есть дети-пассажиры. Злоумышленник, который повредил в Реутове больше 30 машин, задержан. Как сообщает сайт городской администрации, это 32-летний москвич. Вооружившись ножом, он действовал хаотично. В итоге пострадали авто, оставленные на улицах Войтовича, Лесной, Комсомольска и Ленина. Злоумышленника на месте задержал наряд патрульно-постовой службы. Ира и Андрей этого дня ждали полгода. Через неделю свадьба, а подготовка еще идет. Пришлось продумать все мелочи, тем более, что торжество не совсем стандартное. Будущие молодожены по вероисповеданию протестанты. Поэтому в начале храм, потом банкет. Все, и каравай будет, и свадебный торт тоже будет, и разрезание ленточек, символ того, что мы отделяемся от своей старой семьи. Ну, а также зажигание свечей. Ну, зажигание свечей, да, тоже. А двух свечек, одну в общем. Костюм для жениха выбрали быстро. Андрей предпочитает классику и обязательно галстук. А вот от выбора платьев для невесты можно было голову сломать. Ну, собственно, вот у нас есть платьишко. Вот, сейчас очень модно также эффект обнаженного тела. Это платье самое популярное. Кружевные вставки и длинный шлейф сейчас на пике свадебной моды. Цвет, кстати, не обязательно белый. Сейчас невесты выбирают поярче. Если раньше это были белые классические платья, да, но там отходили там айвори, шампанское цвет, там какой-то, может быть, розовый, то сейчас девушки делают и красный, и синий, и бирюзовый, и фиолетовый. Средняя цена за платье – 50 тысяч рублей. Но невесты не экономят. Еще одна тенденция времени. Берут сразу несколько моделей. Одно для ЗАГСа, другое для ресторана, третье для танцев. Правда, из-за кризиса таких клиентов все меньше. Кстати, из-за него и мода на торты поменялась. Многоярусные угощения теперь не в тренде. Берут изделия поменьше и без мастики. Допустим, мастичный торт в три яруса, он весит от 9 килограмм у нас, ну, как и везде. Если мы берем кремовый торт в три яруса, то он весит 6-7 килограмм. То есть это уже идет экономия. Ире и Андрею из-за кризиса планы менять не пришлось. Они с самого начала хотели отметить торжество в узком кругу друзей и родных. Да и вообще, говорят, кризиса в экономике бояться не стоит. Страшнее кризис в отношениях. Согласно прогнозам, днем будет пасмурно. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха 17 градусов со знаком «плюс». К вечеру похолодает до 16 тепла. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Акционерный коммерческий банк «Город» рад предложить своим клиентам и партнерам полный спектр банковских услуг. Мы предлагаем нашим клиентам широкую линейку вкладов. Для льготных категорий граждан действует специальное предложение. Вклад почетный. Банк «Город» – это высокий процент и неизменно высокая надежность. Индивидуальный подход каждому клиенту гарантирован. Найти нас можно по адресу. Улица Ашхабадская, дом 27, корпус 1, помещение 5.